МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пройти по Романенко и остаться сухим и чистым. В администрации займутся благоустройством тротуара возле здания бывшего городского суда. Одна на всех. МИАС отпраздновал 73-ю годовщину Великой Победы. Только по приблизительным подсчетам в торжественном параде в этом году приняли участие около 12 тысяч человек. Это рекордное количество МИАСов и гостей города. Традиционно праздничная колонна стартовала с предзаводской площади. Наша съемочная группа следила за событиями с самого начала. Давайте посмотрим. Праздничный парад начал формироваться на предзаводской площади. Первыми в колонну выстраиваются подразделения автомобильного завода. В годы войны уральская техника помогала людям в трудных фронтовых условиях. Сегодня ветераны завода с гордостью носят ордена и медали тружеников тыла. Перед началом шествия по традиции молодые сотрудники автозавода «Урал» возлагают цветы к памятнику легендарному Захару, первому грузовику, сошедшему с конвейера автомобильного завода «Урал» в разгар войны. Точно такой же Захар едет во главе парада. Это хорошо сохранившийся экземпляр. То есть мы его поддерживаем, то есть он у нас находится в гараже, и мы, соответственно, его поддерживаем. 73-й годовщиной со дня победы в Великой Отечественной войне собравшихся миасов поздравили руководство предприятия и глава миасского городского округа. Из года в год победоносное шествие собирают все больше миасцев. Это мир на земле, свобода для всего человечества, и что бы ни говорили, это наша великая победа. Мой дед погиб на Курской дуге, я его никогда не видела, но память о нем всегда мы ждем, и для нас это праздник. Колонна ровным строем двинулась по проспекту, заняв практически всю проезжую часть. К автомобилестроителям присоединяются другие участники парада. Шествие стало еще масштабнее. Люди приносят с собой плакаты, цветы, у некоторых в руках портреты фронтовиков и тружеников тыла. Колонна проследовала до центральной площади города. Самая торжественная часть сегодняшнего праздника проходит, конечно же, здесь, у мемориала скорбящей матери, вокруг которого в почетном карауле стоят военнослужащие и кадеты от самых маленьких до подростков. Звучит оркестр, торжественные речи и поздравления. Первыми возложить цветы к мемориалу идут ветераны. За ними администрация округа, депутаты, силовые структуры и организации города. В память о тех, кто в годы войны ценой своей жизни каждый день приближал великую победу. Со слезами на глазах ветераны вспоминают, какой ценой досталась победа. И благодаря тех, кто помогал им в тылу. Воевали. А чем было воевать? Это труженикам тыла. Большое спасибо, которые снабжали нас и питанием, и вооружением. Не покладая рук, они трудились еще больше, чем мы на фронте. На главной площади города собралось рекордное количество миасов и гостей города. По сведениям городской полиции, в составе торжественного парада шествовало не менее 12 тысяч человек. Валентин Ефимов, Андрей Назарук, ОТВ МИАС. Не менее масштабным стало шествие бессмертного полка. В МИАСе эта акция проводится уже пятый год и собирает тысячи людей. Табличками с именами ветеранов и их портретами заполнились улицы МИАСа. В городе началось шествие бессмертного полка. Традиционно его участники собираются возле ДК автомобилей строителей. Немного испортившаяся погода не отпугнула миасов. Уже сейчас организаторы предвидят, что бессмертный полк станет в этом году не менее масштабным шествием, как и праздничный парад в честь Великой Победы. Вот уже второй год в шествии по МИАСу принимает участие депутат Госдумы Олег Колесников. В руках держит фотографию своего деда Семена Васильевича Колесникова. Он у меня простой рядовой связист, участвовал в обороне города Москвы. А связист – это очень опасная, непростая профессия, когда нужно восстанавливать связь под огнем немецких войск и артиллерии. Был очень тяжело ранен, дошел до Берлина простым ефрейтором. Поэтому я в второй год с огромной гордостью своей семьей приезжаю сюда и иду с людьми. Тысячи горожан с георгиевскими лентами, портретами фронтовиков и тружеников тыла вышли почтить память тех, кто ценой собственной жизни приближал победу. Эти снимки для многих семей – единственная память о близких, участвовавших в Великой Отечественной войне. Организаторы сообщили, что больше 13 тысяч человек решили в этом году принять участие в движении. Они воевали, чтобы мы жили в мире. И очень символично, что даже несмотря на то, что давно ушли из жизни, фронтовики-победители прошли 9 мая по улицам родного МИАСа. В этом году в области построят 30 фельдшерско-акушерских пунктов. Работы будут финансироваться из областного бюджета. Планируют потратить 123 миллиона рублей. МИАСский округ вошел в число регионов, где в скором времени появится новый фельдшерский пункт. Вот нам сделали ремонт, вставили евроокна, постелили линолеум. Этот фельдшерский пункт находится в селе Устинова. Недавно здесь провели косметический ремонт. Однако этого недостаточно. Пациентов здесь много, нагрузка у врачей увеличивается с каждым годом. В здании когда-то располагался детский сад. Сегодня оно требует капитального ремонта. Здесь раньше было ужасное крыльцо, высокое, да, оно было такое высокое. Но нам выделили с лесенками, нам выделили деньги и крыльцо опустили, косяк заделали своими силами. Большая часть фельдшерско-акушерских пунктов округа на сегодня находится либо в ветхоаварийных помещениях, либо в неприспособленных для этого зданиях. С улучшением качества оказания медицинских услуг меняются и требования к помещениям и инструментарию. Хорошо, что сейчас стартовала федеральная программа, в которую мы тоже вошли. Она на несколько лет рассчитана. В этом году планируется реконструировать несколько ФАПов. Я имею в виду в области около трех десятков и более. В городе Мясе пока речь идет об одном ФАПе. Пока я не могу сказать, каком, потому что там есть требования к расположению земельного участка. Сейчас мы с администрацией проводим эту работу, определяем все-таки приоритет. Но в этом году, еще раз говорю, программа не заканчивается. На следующий год в плане у нас стоит амбулатория «Сыростан», на 2020 год села «Смородинка». И очень надеюсь, что эти планы реализуются. Согласно программе капстроительства, в Челябинской области в течение ближайших трех лет будут построены 100 новых объектов здравоохранения с учетом частичной замены существующих. Финансироваться работы будут из областного бюджета. На эти цели направляется 1 миллиард 379 миллионов рублей. Фельдшерско-акушерский пункт будет состоять из помещения для оказания медпомощи и комфортного жилого помещения для специалиста. До конца текущего года они появятся в поселках Агаповского, Брединского, Октябрьского и других районов, а также Миасского и Копейского городских округов. По тротуару на улице Романенко можно пройти только в сухую погоду. В дождь там образуются огромные лужи. Дорога расположена так близко, что пешеходы рискуют быть с ног до головы облитыми грязной водой. Ну, впрочем, и сам тротуар покрыт толстым слоем пыли и грязи. Можно ли сделать на этом участке комфортный тротуар? Проблемой занимается администрация округа. Сегодня на улице солнечно и сухо, но даже в такую погоду виден толстый слой пыли и грязи на асфальте. Это улица Романенко возле дома номер 26. В дождь тротуар заливает вода. По нему становится сложно пройти. Экстрима добавляют проезжающие совсем рядом машины. На узкой улице им некуда деваться. Поэтому даже на небольшой скорости от автомобиля разлетаются брызги. Ой, невозможно пройти, невозможно. Меня один раз окатило с ног до головы. Я пришла вся грязная-прегрязная. Лужи большие, они едут. Я вот шла по тротуару, меня все окатило с ног до головы. Я редко хожу, но здесь стараюсь не ходить, потому что здесь дискомфорт. Вот отсюда и туда никак грязь. Грязно, да? Да, и еще машина брызгает. Проблема не новая. В здании бывшего суда по улице Романенко 26 сейчас располагается детский реабилитационный центр, студия рисования, волонтерская организация. Обходить грязное место негде. Я понимаю, что там дорога сделана, мягко говоря, с нарушением всех требований, в части отвода вод ливневых. Но когда идет дождь, по тротуару пройти невозможно. Есть вариант решения проблемы. Ее надо решить. Мало того, что там весь тротуар у нас, там до асфальта очень высокий, большой слой нанесенный земли. Глава округа поручил разработку этого вопроса своему первому заместителю. На предложении все-таки существующее ограждение будет профлистом для того, чтобы пешеходы не страдали. И дополнительно, по нашему мнению, необходимо построить две пескововки, чтобы весь песок, который идет по нашему рельефу, он на Романенко не скапливался. Чтобы улица Романенко преобразилась, нужен проект, смета, торги. Процесс небыстрый. Мы будем следить за этой темой. «Энкаунтер» – командная игра в реальности по ночному городу. Участников ждут гонки, головоломки и впечатления. Сезон приключений каждый год начинается в мае. В этом году первая игра состоится 12 мая в субботу. Принять в ней участие можно бесплатно. Чему будет посвящена предстоящая гонка и что нужно, чтобы к ней присоединиться, расскажет организатор игры «Энкаунтер» в Миасе. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте. Нужно собрать свою команду, конечно же. Нужен автомобиль и фонарики для поиска. А еще сообразительность, смелость, скорость и смекалка. Вот все, что понадобится вам для игры в командную ночную игру в реальности «Энкаунтер». Первая игра нового сезона состоится уже в эту субботу в 9 часов вечера. Соревнование будет посвящено фильму «Варкрафт». Будет тематика и будут задания, которые написаны в стилистике, с речевыми оборотами какими-то, чтобы погрузиться в атмосферу, но особых знаний не понадобится. Более подробную информацию можно найти в группе ВКонтакте или на сайте «Энкаунтер» в Миасе. У меня на сегодня все. Наши сюжеты доступны на сайте 1обл.ру, а также в группе ВКонтакте и телевидении Миаса. Предложить свою тему для сюжета можно по телефону 25 00 55. Спасибо, что были с нами.